здравствуйте уважаемые зрители и подписчики канала мы продолжаем с вами проходить игрушечку тургор друзья с я уже сказал немножко ранее и продолжу это говорить что по большому счету это long play будет то есть игра будет длиться именно столько сколько она будет длиться и с этим ничего не поделаешь я конечно мог бы монтажить мог бы вырезать вот эти вот бесполезные прождение что мы делаем но я хочу чтобы игра была полной и пускай сейчас происходит мало чего это именно то что я хочу чтобы было потому что мы с вами проходим игру полностью получаем ее полный экспириенс и сделать сюжета здесь том что он будет развиваться до его здесь можно узнать но если вы хотите сюжет возможно вам не у меня стоит смотреть а смотреть у кого-то еще игру турка даже у меня будет долгое прохождение но будет подробное прохождение вот именно со всеми моментами со всеми особенностями так далее если вам это устраивает если вы готовы к тому что это будет на 40 слихуем серий то пожалуйста пожалуйста много янтаря много изумруда и наверху у нас нычка янтаря большая нычка поэтому ее уже бы стоило и собрать и противность в том что там где у нас стоит нычка там очень мало места она хоть и довольно хорошо запрятана но ушаны и собрать ее без проблем будет проблемно ну да ладно чем придумать я боюсь у меня опять получится такая серия что мы будем тупо стоять и проращивать в себе янтарь потому что его явно будет больше чем надо и явно явно сегодня мы на нем мы будем основать серию но с другой стороны чем хорошо и что янтарь он сам по себе ускоряет у нас метаболизм а значит и расти все будет несколько быстрее так сначала росточки соберем а заодно и выманем наверху шанов чтобы они мне не мешались внизу хоть сколько-то не мешались вообще не знаю мне как-то вот это странное ощущение тургора пока в него играешь вот я даже его описать толком не могу слишком странно мне есть такое ощущение занятия чем-то неестественно то есть ну как вам объяснить если ты играешь стратежку ты играешь стратежку если играешь в рпг или там еще во что-то ты понимаешь что именно проходишь если квест а вот во что играю я сейчас но это как бы странный вопрос не знаю очень-очень своеобразное ощущение от игры но опять же она пока еще толком не началась игра и так освобождаем место освобождаем все под янтарь барьям по полной кусочек изумруда дорастим быстренько быстренько пока ушаны не прилетели успею или цепанучат я нормально нормально все на следующей серии закладка сирени здесь потом сюда приходить резон будет только за только за росточками так перед выходом обязательно наполняемся доращивать ли изумруд изумруд дорастим дорастим изумруд и посадим одно дерево по выходу все таки у то меня не торопит сама по себе хотя сердце лишнее 63 а знаете как сейчас я доращу его в маленьком наверно сердце сколько получится сюда уже такую конкретную плюшку заложим вот так вот так не хватает сердец в самом начале игры очень мало потом их будет много но они не нужны будут ну как сказать не будут нужны но они как бы не будут вносить такое уж прям конской лепты а вот в начале когда ты страдаешь нет беда так что что ну дайте дорастить изумруд или дайте сейчас трейкнуть но мы немного и принесем вот чем загвозь немного принесем но мы изумруд немного принесем смысл сейчас собрать янтаря прорастить собрать прорастить нет пойдем мы сейчас наверное все таки с вами в сад да как раз и посадим досадим изумруда и по массу набираем янтаря и пошли кормить пошли кормить а вот вот тебе не так вот опять же стоило бы конечно нарисовать иконку немного побольше потому что лично я и не всегда замечаю где я нахожусь хотя я вроде бы из покоев вышел но вот есть такой момент что чё то я иногда себя теряю промежутки в карты промежутков это бесит так да ладно доходи сиренью мы сейчас еще соберем ростки с земли на одних только ростках хорошо поднимем 129 дают деревья и вот я немножко не уверен но по моему даже еще бы один цикл им постоять 3 так точно но по моему они должны давать до 150 что то такое или даже до 170 в принципе я сейчас даже на на росточках что я сейчас о уже не лезет я сейчас даже на росточках соберу себе колбу и пойдем пока я не буду наверное все таки деревья трогать посмотрим по моему они еще вырастут вот так плохо терять потому что вот эту капельку ее поймать конечно можно но мы половину ее растеряли так сказать по земле так 86 на 140 где-то 60 еще да мы можем вместить не жалей ни о чем ну сколько сколько не вместим ну да как раз как раз где-то мы колбу наберем совсем скоро 26 сердца битком вот прям несколько капель потеряли так и изумруд одно дерево изумруда посадить еще согласитесь красиво вот даже даже что не говори давай наверное вот сюда но вот вот и Почему-то возникло такое эстрадное, подозрительное ощущение, что я трачу сейчас больше, как будто модификатор работает того, что мне надо. Больше цвета вливать. Ну, вроде бы нет, вроде бы в пределах 75. Ладно. Так, 3 на Уту, 3 на Аву, веточка сирени, серебра там растить долго, да и я в принципе не планирую. Поэтому, сколько, 3 дерева осталось, да, 3 дерева, но можно будет там по факту еще одно, 4, да, 4 дерева, 2 на то, 2 на то. Можно будет, конечно. Ладно, собираем ростки. Потом, кстати, когда мы откроем ей сердце, нам надо будет с ней еще и разговаривать. И это тоже проблема. Ну да ладно, как бы не было. Сейчас янтарь, сам на себя воздействуя, неплохо прорастет у нас. Ну, в колбу мы соберем, золотом мы напитаемся. И в принципе, в принципе, все вроде бы ничего. Вроде бы все нормально. Как вы понимаете, потом у нас еще будут сады, и посадить мы сможем. Но, опять же, сажать много садов, идея так себе. Почему? Потому что их еще надо будет защищать. Поэтому желательно, конечно, выработать прямо один сад, потом перейти на другой. Ну, или хотя бы как-то распределять. Хотя бы как-то распределять сады на 2 хотя бы. Ну, максимум на 2. Потому что будет проблемно их защитить. Сердце опустело. Следи за собой. Только собирать некуда. Сейчас, тогда получается, мы потеряем немножко нервы. Вот это нерва будет отмирать. Но тут единичек 6. Не страшно. Еще, что не очень удобно, что в самой обскуре сестры нельзя зайти в меню сердец и переключиться, когда ты уже в разговоре. Потому что вот сейчас я, например, не смогу напитаться золотом, потому что не смогу собрать ростки. То есть мне надо сначала с ней немножко поговорить или попитать ее, а потом только я смог бы залить золото. Потому что, ну, сейчас никак мне раскинуть, собрать... А их собирать некуда, места нет. Вот такие трудности, друзья. Ну да и ладно. Выйдем, соберем, потом я долью золото. Сейчас на сколько хватит, на столько и запитаем. Кстати, на сердце нам должно хватить. Да, прям чуточку не долили. Какая щедрость. Ты, наверное, думаешь, что теперь я пущу тебя, Коль? Но попробуем. Поиграем, золотоглазый. Я решила, а ты угадай, пущу я тебя или нет. Если угадаешь, пропущу, а не угадаешь, не пропущу. Коварная загадка. Смотри-ка, молчит. А с тобой интересно играть. Говорить не можешь? Так хоть головой качни. Нет? Так нечестно. Ты поставил меня в безвыходное положение. Как же мне теперь быть? Я так рада, что мне теперь есть с кем играть. Ух, сердится. Какой ты смешной. Следующий ход твой, золотоглазый. Ага. Вот, как вы видите, одно сердце мы ей раскрыли. Диалогов пока с ней никаких не появилось. И это немножко печально. А мне, опять же, не хватит забрать ростки, поэтому сейчас часть я и скормлю без золота. Но, наверное, не все, половина. И да, в принципе, не стоит опасаться, что нам не хватит цвета, или цвет будет лишним, там посажен. Потому что янтарь, он еще пригодится, допустим, для других сестер. Да и эту еще надо на четыре сердца открыть. То есть... Работы навалом. Так. Ладно. Сейчас я вернусь. Ага, и... Золотишко. Как я уже говорил, да, Ава у нас любит играться, любит загадки. Вот это вот, на самом деле, загадка, если над ней хорошо подумать. А она же... Загадка-ловушка была. Поэтому, единственное, правильный ответ был там промолчать. Но мы, в общем-то, и так немы, поэтому... Нет в этом ничего такого удивительного, что мы не ответили ей. Так, если все удачно, то мы, может, в этом цикле ее и раскроем. Или, по крайней мере, почти раскроем. Но, скорее всего, раскроем. Если мне хватит прораститься по времени. Потому что по запасам, в принципе, вроде бы хватит. А вот хватит ли по времени цикла? Это вопрос. Но, в любом случае, сейчас все топим в янтарь. Очень хочется спрыгнуть у нее здесь, выйти. Но, к сожалению, нельзя. Под самый конец, примерно, я доберу колбу. Это опустеет. И мы тогда... Чуть-чуть еще потом изомрода прорастим. Так, как-то так. Сейчас колбу доращиваем, питаем. Почти напитываем, потому что, скорее всего, не хватит. Цикл этот, и на пятый мы ее точно раскрываем. Куда еще? В рутник сходить нет смысла. В заповедник на следующий круг. В саду дорастим, попробуем. Все-таки я не помню, 3 или 4 цикла. Но 128 это уже прибавка. Мы же все-таки 75 на это вложили, не больше. Сейчас что я делаю? Ускоряем. Нет, пока не ускоряем. Сейчас маленькое сердце опустеет. И под конец цикла... Сердце опустело. Следи за собой. Я к ней залечу, еще раз ее покормлю. Потому что у нас колбы как бы... Ну, то есть янтарь сейчас надо потратить. И надо ли бы прорастить. И как-то по максималке использовать. 15. Чуть-чуть не влазит. Ну, что сделать? Что поделать, что поделать? Главное, чтобы мне хватило одно сердце освободить от золота. Ну, мы в колбу сольем, если что. Не-не-не, не в промежутке, нет. То есть, видите, за счет того, что янтарь дает свои ростки и ускоряет как бы процесс проращивания, он и сам по себе довольно быстро накапливается. То есть, довольно удобно. В этом плане. Запасся, пришел, чуть-чуть там... Походил или свои дела какие-то поделал. Ну, других пособирал, другие цвета. Тем временем он очень быстро прорастает. С другими цветами это не так работает. То есть, с этим будут некоторые... Проблем. Я знаю, что ты не любишь изумруд, но... Ты же изумруд не любишь. А, ты золото не любишь с лазурью, точно. Ну да. Ладно. Питаем дальше. Ползи, полосочка. Прям такой нервный момент. О, да. Ах ты, милый. Наконец-то я утолила голод. Что же, теперь я открою ключ. По правилам, да? Ты же открыл мое третье сердце. Никогда не играю в игру, правил которой не знаешь, золотоглазый. Никуда я тебя не пущу. Надо было тебе выбрать честную уту. Почему? Почему-то я не хочу с тобой расставаться. Ты, кстати, уже знаешь, что произойдет, если ты освободишь меня. Совсем. Ну, освободи меня еще немножко. И я тебе расскажу, правда-правда. Вижу, ты злишься за то, что я играю с тобой золотоглазый. Ладно. Ступай к своей драгоценной Оле. Я не хочу, чтобы она умерла без тебя. Там, правда, еще две эти суки. Лучше выбери Элли. Она тебя вооружит. Иди. Только ты возвращайся ко мне. Наша игра только началась. Помни, ты не знаешь правил. А я знаю. Вернешься ко мне. Вдруг выиграешь. По-прежнему пока нет каких-то разговоров. Но они будут. И это очень важно, потому что она нам даст еще одно сердечко. Я к ней обязательно еще зайду. Ну, вот так, друзья. Теперь ключ раскрыт. То есть, когда мы открываем два сердца. И, да, я спешил, потому что может прийти ее брат. И если я буду кормить ее, прибрать, это очень опасно, очень чревато. Дело в чем. Может быть, вы еще заметили, что в обскоре, да, нет анимации лиц у сестер. На самом деле, анимация есть, по-моему, одной только сестры. Но я могу ошибаться. Так вот, дело в том, что, конечно, понятно, что это особенности того, что это нельзя было воплотить, да. Но на самом деле, опять же, как и прикольно это все сделано у Эспик Лодж. Мы же говорим не о телесном, да. Это же состояние души сестры, да. Ну, скажем так, ее истинная сущность. И именно поэтому мы как бы и не видим, ну, не видим того, что она вообще что-то говорит, да. Как бы, как бы ментальный разговор происходит, вот такой интересный финт ушами, как бы, присутствует в игре. Так вот, действительно, мы ее раскрыли, и теперь она нас пропустит дальше. Но можно ее продолжить питать цветом. Во-первых, много чего узнать интересного за это. И, конечно, это мы сделаем своей целью. Может, стоит, конечно, серебро прорастить и посадить серебро для Уты. Потому что, конечно, резонно открывать следующий Уту. Но у нас и так много янтаря, надо его куда-то деть. Поэтому я его пока проращу, колбу как бы наполню. И потом уже будем на серебро и на что-то еще. Вообще, давайте сейчас выйдем в промежуток и посмотрим, что нам стало доступно. А заодно и подсохранимся. Так. Так, что доступно? Во-первых, бастион-рудник. Это еще один рудник в игре. И, пожалуй, это один из самых шикарных рудников в игре. Познакомимся. Доступна следующая сестра. Это Эли и Има. Мы, кстати, тоже изумруд и лазурька. А здесь у нас серебро и пурпур. Возможно, имеет смысл начать серебро проращивать, потому что пурпур пока особо не приходит. А серебро у нас пойдет и на Уту, и на Иму. Но серебра будет мало. Серебро такой источник страны. И здесь есть классный сад. Сад пещеры. Но сад пещер я не буду пока засаживать, не буду пока его развивать как таковой. Потому что у меня еще есть мой дальний сад. И с него пока мы будем брать свет. Открывать Уту. Ну, в общем, тратить пока вот этот сад. Потому что нет резона защищать и там, и там. Это будет довольно накладно. А сейчас что мы делаем? В первую очередь пойдем в бастион-рудник. Посмотрим его и, наверное, на этом закончим эту серию. Но с бастионом познакомимся. Так. Следующий я буду, да, наверное, изумруд делать потихоньку. Если что, ему откроем. И надо будет обязательно сходить вооружиться. Так, друзья, рудник бастион. Как и другие рудники, собственно, здесь цвет будет добываться из жил. Из породы. Но дело в том, что пока у меня нет для этого знака. Знаки будут позже. Но, во-первых, мы сюда пришли за новым сердцем. Сердце рандомное. Что в нем придет, я абсолютно не представляю. И уникальность локации вообще в том, что, вот смотрите. Во-первых, наверху на скале сидит как бы фигура такая, да, с одной стороны вроде бы орла или стервятника. Но, на самом деле, скорее есть склонность к тому, что это ворон. Потому что в локации можно услышать ворона. Вороны здесь летают. В общем, это такая птица на скале. Но, если приглядеться еще по-другому немножко. Вот не на отдельно птицу и отдельно вот этот уступ, а вот на все вот это вместе. Ну, согласитесь, это так похоже на исполнителей из Мора Утопии. То есть такой небольшой момент присутствует в игре. И я очень надеюсь, что я наконец-то смогу вам показать капельки цвета. Вот они, кстати, да, немножко появляются. Но, вот посмотрите. Капельки какое-то время сияют. Наращиваются. Становятся мощнее. Напитываются. А потом исчезают. Вот скажите мне, если вы увидели вот так вот каплю где-то там у черта на куличиках, да? Неужели вы будете ждать, пока она растет? Тут надежда как минимум добежать до нее, забрать ее как можно быстрее. Поэтому вопрос интересный. Но вообще вот эта вот фишка с капельками, она такая. То есть все-таки все равно максимально много цвета на них не соберешь. Ты соберешь ровно столько, сколько может дать данный участок. На данный момент рожденный цвет. Вообще локация классная. Музыка здесь прям такая медитативная. Такая релаксовая. Классное место. Вот не знаю, оно прям такое... Прям супер. Так, и новое сердце. Посмотрим, что нам придет. Скорее всего что-то прям дико бесполезное. Но я надеюсь на лучшее. Удар. Знак для расчистки доступа к цветоносным жилам в рудниках. Пробивает скальную породу вместе предполагаемой жилы. Он откроет место рождения, но для извлечения цвета из жилы понадобится второй горный знак, который называется гарпун. Ну, я бы не сказал, что это хорошо. Но ладно, это удар. Вот так, собственно, примерно выглядят жилы. Немножко по-другому, но все-таки. Потому что вот эти трейлеры записывались с первых версий игры. Это жилы, они будут появляться, потихоньку проявляться на стенах там или... Ну, вот, в общем, в рудниках ударом мы эти жилы должны будем раскрывать. Но другим знаком мы ставим, собственно, бур, гарпун. Поэтому задумываться сейчас о добыче, это такое себе. То есть вообще не имеет смысла. И другое дело в том, что вообще горные знаки нам должны были дать сестры. То есть не сказать бы, что хорошо то, что нам сейчас пришел горный знак. Но дело здесь в том, что на самом деле в игре немножко больше сердец, чем надо. Поэтому у нас повторится этот момент. То есть еще раз разговаривая с сестрой, которая реально должна была дать нам удар, она нам его даст, грубо говоря, повторно. Но так как он у нас уже есть, она нам по большому счету не даст ничего. Вот смотрите, вот как за этими каплями гоняться. Это кошмар какой-то. То есть сейчас могло прийти что-нибудь более полезное. Но, к сожалению, пришел удар. И что ж теперь? Ну удар, значит удар. Значит будем как-то действовать на нем. Смотрите, мы должны вот как тебя ловить. Гадость такая. Вот такие вот они, легкие капли, которые реально раздуваются как легкие. И да, они могут появиться где-нибудь посреди воздуха, им все равно. Но соберем, что есть. То есть всего в игре, насколько я помню, вроде бы 25 что ли. Хотя хорошее сердце, 50. Хорошее сердце. Вроде бы 25 что ли сердец, что-то такое. То есть то, что нам могут дублировано дать сестры, да, мы на самом деле можем добыть и сами. То есть, кстати, я сейчас пророщу, наверное, все-таки серебро. Потому что мне надо добыть еще одно сердечко, оно у сестры. Так, ну и в общем, как-то так. То есть в любом случае, даже если сердца продублируются, я говорил, что они могут прийти совсем рандомно. Даже если они дублируются, все равно мы все потихоньку, помаленьку раскроем. Найдем, получим. Все с этим очень даже хорошо. В любом случае, вот такой вот рудник. Да, вот, если вы отсюда посмотрите, видно, да, что все-таки птица, она как бы сидит на краю. То есть это отдельно птица и отдельно уступ. Все, друзья, все остальное уже в следующей серии. На этом пока все. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь, комментируйте ваши оценочки. Некомендую канал знакомым. И до следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok